Увлеченность избранного президента США социальной сетью Твиттер уже стала поводом для многочисленных насмешек со стороны СМИ. Трамп не хочет общаться с прессой. Особенно с той, которая, по его мнению, к нему не благоволит. Но и благосклонных себе СМИ особо он не жалует. И вообще человек он немногословный. Он человек действий, и созвать по каждому поводу пресс-конференции, скорее всего, не будет. Обо всем можно сразу же написать в Твиттере. Несколько дней назад его в очередной раз выяснили за это в популярном телевизионном шоу Saturday Night Live. Известный комик Алек Болдин поиздевался над Донаном Трампом. Во время брифинга по вопросам безопасности Трамп не может оторваться от своего телефона, так как занят Твиттером. Реакция избранного президента последовала незамедлительно. На это Олег Болдин ответил, что не перестанет издеваться над Трампом до тех пор, пока тот не опубликует свою налоговую декларацию. Медиаперсон позабавила то, что Дональд Трамп написал свой твит сразу после того, как его как раз за это и подняли на смех. Журналисты и комментаторы пребывают в безумении. Например, когда Дональд Трамп опять-таки в Твиттере призвал отметить контракт с компанией Боинг на строительство нового борта номер один из-за слишком высоких на него затрат. Боинг строит совершенно новый 747-й Air Force One для будущих президентов. Но затраты на него вышли из-под контроля, составив более 4 миллиардов долларов. Компания Боинг получила контракт на разработку самолетов нового поколения для президента США на базе коммерческого лайнера Боинг 747-8 в январе 2016 года. Ожидается, что новые президентские самолеты поступят в эксплуатацию примерно в 2024 году. То есть Трамп сможет воспользоваться ими только в случае переизбрания на второй президентский срок. Команда Трампа потом объяснила, что президент принял это решение из-за высокой стоимости проекта. В своем микроблоге он делает и важные геополитические заявления. Как-то в воскресенье он обрушился на страну, которую чаще всего упоминает – Китай. Он задался вопросом. Спросил ли Китай у кого-нибудь, хорошо ли девальвировать свою валюту, что осложнит конкурентоспособность наших компаний, устанавливать большие таможенные пошлины на американскую продукцию или строить огромный военный комплекс посреди Южно-Китайского моря? Я так не думаю. Напомню, что дипломаты до сих пор приходят в себя от Твита Трампа, когда на прошлой неделе он оповестил международное сообщество о своей беседе с президентом Тайваня. Опять по Твиттеру. Китай считает Тайвань своей территорией и никак не независимым государством. Трамп объяснил, что президент Тайваня сам ему позвонил. Опять-таки сообщил по Твиттеру. Интересно, что США продают Тайване военное оборудование на миллиарды долларов. Но мне нельзя принять поздравления с победой. Сейчас в прессе много спорят, насколько серьезно нужно воспринимать то, что избранный президент сообщает Твиттере. В этом-то и дело. Спор идет вокруг того, следует ли нам игнорировать некоторые из его наиболее непонятных твитов или же принимать все всерьез. Он президент Соединенных Штатов. И поэтому мы не можем решать, что он пишет серьезно. А то можно просто пропустить. Твиттер — это не та платформа, которая позволяет сделать анализ. Я думаю, как журналисты, мы должны воспринимать серьезно все, что он пишет. И смотреть, что будет дальше. Его не ограничивают установленные политические традиции. На этот момент все, что я могу сказать, что он, скорее всего, будет нарушать установленные демократические порядки. У Дональда Трампа 16,5 миллионов фолловеров в Твиттере. Авторитентное интернет-издание «Политику» проанализировало его твиттеры, начиная с 2009 года. И сделало подборку самых часто используемых будущим президентом слов. На первом месте стоят местоимения «Я» и «Ты», а потом наречие «Грейт». Прекрасно. Самые упоминаемые страны — Китай и Иран. Ну а самым популярным твиттером, начиная с 2009 года, стал следующий. «Фокс-ньюс настолько предвзятый, просто противно. Они не хотят, чтобы Трамп выиграл. Все только негатив». Это заявление ретвитнули более 10 тысяч человек. И так уже понятно, что Дональд Трамп сделал выбор своей платформы для общения с миром — Твиттер. Он хочет напрямую рассказывать людям, что он думает по тому или иному поводу. И в некоторых случаях это может привести к дипломатическим казусам. Но для этого и существует команда будущего президента, чтобы объяснять, что именно он имел в виду. Шахид Икоп. Настоящее время.